В гостях спрашивают, как спал всегда, особенно, ну, кто приглашали, интересуется, я говорю, как в гостях? Как в гостях? Всегда, даже, наверное, расположение какое-то другое, там, ногами на север там или на юг, уже чувствуешь, что по-другому спишь, так в жизни бывает. Слава Богу за то, что мы с вами проходим очень такое глубокое, мне кажется, серьезное изучение, которое касается посвящения нашего. Мы можем изучать, бывает, какие-то доктрины, еще какие-то вещи, которые как бы, ну, вроде знаем в голове, и как бы они не требуют осознанных каких-то шагов, принятия решений. Мы изучаем жизнь апостола Павла и его заявление, которое он сделал, о том, что Господь, Он тот, ради которого стоит цену платить. И эта цена подчас очень тяжелая, очень трудная цена и очень дорогостоящая, назовем так. Но это только потому, что сам Господь, Он очень дорого стоил, скажем так. Сам Он очень дорогие вещи нам предлагает, и поэтому, чтобы их иметь, нам нужно платить за эту цену. Надеюсь, что Дух Святой будет работать в наших сердцах, и мы будем, как бы сказать, вот как будем дальше картинку смотреть, углубляться в Господе нашему Иисусе Христе. Итак, мы тему проходим для Господа. Все, что не делаете, делайте от души, как для Господа. Да вот мы встречаемся с заявлениями Иисуса Христа, которые мы часто используем в эти дни. Отвергни себя, возьми крест свой и следуй за мною. И это условие, чтобы сберечь свою душу. То есть, на самом деле, чтобы войти в вечность, чтобы иметь эту вечную жизнь с Иисусом Христом. И если мы это потеряем здесь, на земле, как для себя жить, то мы обретем ее и особенно в вечности. Итак, апостол Павел говорит в послании Колоссянам, которое мы изучаем. Все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца. Все, я возвращаюсь к верхней фразе, что вы делаете словом или делом. Мы делаем словами и мы делаем делами. И очень важная часть, которую мы вчера проходили, это эмоциональная часть, что мы словами можем очень сильно укреплять, очень сильно благословлять людей и очень сильно можем нести разрушение просто нашими словами. То есть, за словами стоит действие. И мне нравится, что в Священном Писании вот такие, кажется, маленькие детали. Иногда мы на уровне нашего ума говорим, ну, вполне понятно, и так это понятно. Но оно утверждает, что это правда, что это истина, чтобы мы обратили внимание. Итак, как для Господа, все, что не делаете, делайте от души. Замечаю эту часть, что апостол Павел использует эту иллюстрацию, как и вся Библия, как Христос когда-то использовал разные иллюстрации. В данном случае, иллюстрацию вот этих корней мы укореняемся. Я уверен, что эти общения не оставляют нас бесследными желанием глубже прилепиться к нашему Господу, скажем так, вот зацепиться за Него этими корнями, дальше пустить корни, осознавая свое христианство. В каких-то сферах слабость своего христианства. И нам хочется, когда мы смотрим на Иисуса Христа, на людей веры, которые прошли перед нами, нам хочется вот уподобляясь им сказать, я хочу более серьезного христианства, я хочу более глубокого христианства, не поверхностного, не лицемерного, не внешнего, а именно по-настоящему, чтобы мне быть укорененным и утвержденным в Иисусе Христе. Первый вопрос, когда задал апостол Павел, будучи рожденным свыше, когда услышал голос с неба, этот свет с неба, в трепете и ужасе сказал, Господи, что повелишь мне делать? Как это отличает, на мой взгляд, сегодняшние покаяния? Я был участником многих евангелиционных кампаний, когда еще жил в России. Ну, выйдите, ну, поднимите руку, мы за вас помолимся, или еще какие-то вещи. Я вспоминаю мою юность, и покаяние в моей юности отличались, не знаю, как в какой эре, но там в Казахстане, где мы жили, в Алма-Ате, это было заявление. Когда я вставал в церкви, я хотел покаяться, я не говорил, что я хочу попросить прощения за грехи, я вставал и говорил, я хочу служить Господу. И это подразумевало, что я каюсь в прошлой жизни, что я не служил Господу. У нас так, ну, как, наверное, говорят, традиционно было заведено, но когда сейчас я осмысливаю, когда иногда люди каются, и будучи много на молодежных конференциях, и вставая, молясь с тем же человеком, одну, вторую, третью конференцию, он кается, сокрушается, но жизнь не поменялась, он не стал служить Господу, и думаю, где это вот заложено на подсознании, что я покаялся, я прощенный, но жизнь-то моя не поменялась, я пошел делать те же самые вещи и неправильные вещи, к сожалению. Только вот апостол Павел при своем обращении, он говорит, а что повелишь мне делать? У него как бы выдох этот получился. Это значит для меня новая жизнь, жизнь делать, делать что-то во славу Господа, жизнь, чтобы посвященная была Ему, и Господь подтверждает это, и говорит, встань, иди в город, и сказано будет тебе, что тебе надо надо делать. И вот эти дни мы проходим в разных вот аспектах жизни нашей, что мы можем делать от души, как для Господа. Сегодня наша тема о браке, о семье, и сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственного ему. Господи, что я должен делать в браке? Что я должен делать? Наверное, каждый из вас встречается, может быть, это не всегда так сильно проговаривается, я к браку имею, когда беседы с молодыми людьми, они надеются что-то получить от брака, получить. Я женюсь на такой девушке, она чудесно будет мне служить. Где-то вот это не акцентируется внимание, что ты начинаешь служить, ты в семье приходишь не чтобы брать для себя удовольствие, оно есть, оно заложено, но настрой сам вот этого, что повелишь мне делать в браке, я иду в браке служить. Мне очень нравится, как Писание говорит эти основы, и вот это слово «сотворим ему помощника». Интересно вообще, если вы обращаете внимание, женский род помощница, но звучит как бы в мужском роде помощник, женщина, жена в браке. Вот это слово, оно обычно подчеркивает гармоничную полноту, законченность, стройность, пропорциональность, соразмерность. Или вот это слово «цветущий». Представляете, помощник – это слово одно из значений, вот это «цветущий» для нас. Я, знаете, особенно, что удивляюсь, подмечаю сказать слово, вот это оно означает еще «идущий» или «приходящий на помощь», «заступник», «защитник». Вспоминайте, сколько раз Давид употребляет это же слово в отношении Бога. Господь – помощник мне. Слушайте, кто для нас жена? Кто для вас жена? Что я должен делать с ней, когда мне Бог такую ценность дает в моей жизни, вот для соразмерности, для этой стройности в браке? Не рабыня, не какое-то там униженное существо. Бог ставит на такой уровень, когда я смотрю на это, я говорю, ничего себе, что мне Бог дал в моей жизни. Без этого я, ну вот этим словом, несоразмерный. Я не имею полноты, законченности какой-то. И вдруг возле меня Бог дает мне человека, который будет приходить на помощь, будет заступником и защитником. Один брат хоронил жену свою в России. Мы ездили на миссию, знакомились, разговаривали. Ну, болел раком долго. И сильно его знали, как благовестника в городе. С гавромент люди знали его, такое близкое общение имели. Много людей было на похоронах. И они задают ему вопрос, вот журналисты от Сити хотят, чтобы в городе осветить эти похороны, его отношения с женой и так далее. Как бы вы могли бы сказать, кто она для вас была? И у него вырвалось это слово ангел. Ангел, заступник, защитник, помощник. Для этого Бог посылает нам вот в смысле защиты ангелов на помощь. Сколько Библии мы читаем. Знаете, это очень интересно, когда мы говорим вот в наших отношениях в браке. Это важно, потому что когда закладываешь вот это понимание внутри себя, ты начинаешь понимать ценность этого, что мне дано. Я хочу этим дорожить, я хочу этим ценить. Господь для меня это предназначил. Я не хочу с этим как бы разменяться и игнорировать то, что для меня служит благословением. Я хочу правильно оценить то, что Бог правильно оценил в своих глазах. Итак, сотворим ему помощника. А нам без помощника нехорошо быть. Двоим лучше, нежели одному. Экклесиаз говорит, Соломон. И вот три аспекта, которых я заметил, когда он выражает эту мысль, когда мы говорим о браке. У них есть доброе вознаграждение в труде. Их какое-то вознаграждение. А если один упадет, то другой поднимет товарища своего. Горе одному, когда упадет, а другого нет, который поднял бы его помощник. Оказывается, мы способны падать в браке, в наших отношениях, в нашей жизни. И вдруг нам нужен человек, который может помочь стать нам. И это жена, это в браке. Так же, если лежат двое, то тепло им. А одному как согреться? Эмоциональное наслаждение в браке предназначено для нас с вами. И если станет один преодолевать другого, кто-либо одного, двое устоят против него. Опять мы видим вот это состояние защиты, состояние помощи. Слушайте, это все в браке предназначено. Соломон заметил это, описывает это. И когда я смотрю на это, и вот как бы естественно попробуйте так, как будто бы представить себе, а вот она моя жена. А вот то, что о ней написано в Писании. Это то, что Богом предназначено для моего благословения, для моей радости, в каком-то смысле для моего счастья, то, что мы можем находить это. И это есть действительно так и в жизни нашей. Четверть взрослого населения развитых стран чувствует себя одинокой. Социальная изоляция и связанный с этим стресс опаснее для здоровья, чем курение, алкоголь и лишний вес. Кроме того, у одиноких на 15% выше смертность от онкологических заболеваний. Слава тебе, Господи, я меньше раком заболею, что я имею жену и притом христианку. Ну, образно говоря, из этой статистики. Опять вот, когда мы смотрим, что в мире, действительно, я пытаюсь понять то, что происходит в мире, когда люди не заводят детей, семьи. Я думаю, что Европа поражена просто этим. Разные животные, экстравагантные, простые заменяют это и вырастают, приходят к старости. Нету детей. Абсолютное одиночество. Какой-то ужас. Смотришь на, размышляешь об этой статистике, об этом положении, думаешь, Боже, как можно дожиться до этого? И вот, когда мы видим, вот, благословение в браке, люди оценивают, сравнивают, и даже на физическом уровне, они говорят, это, слушайте, это благословение, иметь такие взаимоотношения. Ученые из вот этих университетов выяснили, что одиночество и социальная изоляция на треть повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Когда сердце болит, к жене приходим, и сердце успокаивается, пригреет, погладит, как один брат говорил, медсестричка, медсестричка, так один брат говорил, даже на сердце влияет, успокаивает, нету сердечно-сосудистых заболеваний. Слушайте, ну это оценка, кажется, вот такая, с одной стороны, кажется, вот, ну что это значит? А на самом деле, когда думаешь, какое благословение в браке нам предназначено, и как важно это ценить в браке. Я люблю разные сравнения тоже делать, и вот перехожу непосредственно. Как для Господа отношение с женой? Как для Господа отношение с женой? Когда-то я приехал в Америку жить, и мне понравились гаражки, такого в России не было, я любил заезжать на каждую гаражку по субботам, по пятницам, и один брат как-то мне сказал, говорит, слушай, для меня на гаражке больше, чем 25 центов, ничего не имеет значения, больше я никогда не плачу. Как вы думаете, сколько бы стоила эта ваза на гаражке? Я не ценитель искусства, я не понимаю ни в чем, но, как интернет говорит, за эту вазу было уплачено 89 миллионов, всего-навсего. В этом китайское тем более, мы что ценим какую-нибудь японскую, скажем, и так далее. Почему эти вещи для меня важны для сравнения? Ну вот представьте себе, у меня так, взять, однажды купил на гаражке какую-то, скажем так, мелочевку в его глазах, пришел домой, он любит такие вещи эксклюзивные, проверил, поискал, походил, поспрашивал, она очень дорогая вещь. И так вот ему попалось, те люди не оценили, а оказывается, она ценная вещь, дорого стоит. И вот представьте себе, вы взяли бы эту вазу на гаражке, ну действительно за 25 центов, ну может вы щедрый доллар дали бы, притащили домой, в интернет пошли бы и узнали бы, что она столько стоит. Что в вашем доме поменялось бы? Я знал, что такая реакция будет, у меня такая реакция. Я бы из дома не выходил бы, в общем-то, больше сам. Я бы себе ящик для оружия купил бы, всех видов, каких только можно, от маленьких до самых стволовых. Все секьюрити были, ну понимаете, мы понимаем, люди, да? Ценность появилась дома, ценность, огромная ценность. Все поменялось бы в доме, структура жизни поменялась бы, полиция проезжала бы чуть ли не каждый час возле вашего дома, потому что у вас было бы чем платить за это и так далее. Все меняется абсолютно, когда мы говорим ценность. Слушайте, Писание говорит, так же и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, и вот это слово, оказывая им честь. Вот этой вазе, вы сразу поняли, мы поняли, мы бы огромную честь оказали. И это просто стекло, которое, ну раздави там или еще что-то, и в принципе ничего страшного не произошло. Где-то оно лежит в себе годами, миллионами лет, даже если не растворится, и немало таких ценностей. Но у нас есть рядом жена, подарок от Бога. И это Писание говорит, достойно чести, которую нельзя не раздавить, которую нельзя не ударить, которой нельзя неправильно обходиться, которую нельзя огорчить. Это нам дано, оказывая честь. Какое сравнение с этой честью? Здесь в этом тексте Писания вы видите. Как сонаследницем благодатной жизни. Будет вечность. Когда-то наш брак кончится, всех брак на земле кончится. Мы будем вечности. Мужского и женского пола не будет. И жена будет точно такая сонаследница, как и муж. Ее Господь ценит точно, как и нас. А теперь, брат, иди относись к твоей жене, как ты хочешь. Такая мотивация, скажем, или такое объяснение того значения. Почему я должен это ценить? Да потому что она такая же равная сонаследница благодатной жизни. Такая же цена Христом за нее уплачена, как за меня уплачена. Вот почему она становится для меня этой огромной ценностью, вечности. Я рядом с ней буду, может быть, не зная, как жена, но видя, что Христос ее так же ценит, как и меня. Она сонаследница благодатной жизни и вечности, и, конечно, здесь на земле. Поэтому вот это слово «оказываем честь». Но вы знаете, мне очень ценно, как вот Писание углубляется, вот последовательно, скажем. А как оценить? Могу ли я сегодня понять, что я не ценю мою жену, как должно? Условно, слушайте, читайте последнюю строчку, дабы не было вам препятствия в молитвах. Я условно говорю, встаю я вечером на молитву, мы так женой молимся, она со своей стороны кровати стоит, я со своей стороны. Редкий случай, чтобы мы ушли спать, не помолились. Не в ссорах, а просто так в жизни бывает. И вот мы молимся, она первая молится. Ну, надеюсь, у вас примерно так же. И вдруг я после нее начинаю молиться. И вдруг понимаю, моя молитва не идет. Об этом я, если Писание говорит. Вдруг я понимаю, что моя молитва, мы говорим до потолка, библейское понятие до облаков, если помните. Принцип тот же, что она к Богу не идет, Бог не принимает ее. У меня нет искреннего общения с Богом через молитву. Вы представляете, мы должны понять это, братья. Какая наша духовная жизнь, какие наши отношения с Богом вытекают из нашего сердца, когда я могу ощутить, моя молитва не идет. Из-за какой-то мелочи я неправильно отнесся к жене. Я в течение дня, скажем так, не оценил ее. Лишний раз не погладил ее, не приголубил ее, не сказал ей ласковые слова, а просто, ты давай покушаем или какие-то другие вещи. Я даже глубже не иду. О каких-то бессовестных вещах, кричать на жену, там где-то руки поднимать, вообще это в голову, и не должно идти, и, как Писание говорит, даже и числиться не должно такого. Я говорю, даже просто взгляд неправильный какой-то. Подумаешь, пересолила, подумаешь, не успела что-то сделать. Она где-то в детском время уделила, которого я не собирался уделять. И вдруг я неправильно отнесся, и встаю на молитву, и хочу возносить фарисейскую молитву, а с неба как будто голос. Я не слышу тебя. Я не слышу тебя. Ты неправильно к жене относишься. Слушай, мне так нравится Библия, как она показывает настоящие отношения с Богом, нелицемерные, не просто внешне сыграть роль и все это сделать. А может, надо принципиально закончить эту молитву, начавшуюся с нескольких слов, подойти к жене и сказать, прости, дорогая, я еще не научился тебя ценить как надо. Я в течение дня где-то, Господь покажет, в чем мы были неправы. Прости меня, обнял, поцеловал, а теперь я могу молиться. Писание говорит, оказываем честь. И если не окажешь этой чести, будь внимателен. Но я понимаю, что это целая духовная жизнь. Если просто вот так на ходу проносишься в жизни, ни Библию не почитал, молитва для тебя не ценна, как мы вчера с вами говорили, ничего нет, брат, не почувствуешь. И руку поднимешь на жену, и будешь молиться, и не почувствуешь. Как важно наше отношение с Богом, как священников, как вот этим, которым Бог взял и доверил тебе помощника, твоего ангела, который заступается за тебя, который греет тебя, который защищает тебя. Как важно ценно относиться, как к Божьему подарку, она, сонаследница, за нее Христос умер. Это не 89 миллионов, это миллиарды. Это ценность непревзойденная. Дабы не было вам препятствия в молитвах. Так же и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами вашими, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь. С какого колодца вы хотели бы попить, если бы вы хотели попить? Кто там на фотографии, интересно, из вас, братья? Я пытался лицо разглядеть, не разглядел. С правого или с левого лучше попить? Как где эмоциональное наслаждение такое, да? Ну мы понимаем. Ну вы же поняли, что это о Библии, да? Кто читает Библию, он понимает, что я же картинки из Библии беру. Вы заметили, что я почти никогда не беру картинки не из Библии. Просто в Библии нет картинок, в детских они есть, но это мужские картинки. Их не надо в детской Библии помещать. «Пей воду из твоего водоема и текущую из твоего колодеца. Пусть не разливаются источники твои по улице, потоки вод по площадям. Пусть они будут принадлежать тебе одному, а не чужим с тобою. Источник твой да будет благословен. Утешайся, женой юности твоей, любезную ланью, прекрасную истерную. Грудью да упоеваю тебя во всякое время. Любовью ее услаждайся постоянно». Какое сравнение? Для меня это трудно понять. У меня сейчас нет колодца. Кран, право, лево, открыл, горячее, холодное. Ну я жил, где был колодец. Я точное представление имею. И вдруг это сравнение? Если ты хочешь наслаждаться в жизни, у тебя для этого есть твоя жена. Вот она кто. Прекрасная, чудесная. Наслаждайся, общайся, не ходи по другим колодцам. Оцени свой колодец. Это для тебя Богом дано. Почему я делаю это сравнение? Потому что прямо здесь написано, пусть не разливаются твои источники, пусть это не где-то будет для кого-то, а для твоей жены, для тебя, для жены. Один этот колодец, это наслаждение. Пусть он будет благословен. Потому что блудница – глубокая пропасть. Чужая жена – тесный колодец. Она как разбойник сидит в засаде и умножает между людьми закона преступников. Еще раз напомним, что страшное время, в котором мы живем, этот блуд, скажем так, преследует нас, блудные картинки преследуют нас, возможность изменять. Это просто никуда ходить не надо. Иногда можно дома это делать и так далее, и так далее. Столько историй хочется рассказывать, которыми понимаешь, как далеко заходят иногда верующие люди, когда вникаешь в эти истории измен, блуда, иногда доходящих до разводов. Думаешь, насколько мир стал такой легкий, легко доступный для измены. Может быть, когда-то вы захотите, уставшие после работы заехать, массаж сделать. Так вы устали, так вы бедные, несчастные. После массажа, оказывается, там кое-чего другое может быть. Такие истории есть. Кажется, так мне это нужно отдохнуть. Езжай к жене своей. Отдыхай. Если уж хочешь, пусть она тебе массаж делает. Не иди к блуднице. Там, где тебя пригреют, приголубят и приблудят. Это сегодня реальные истории, от которых иногда уже сердце не замирает. Братья, что я себя ловлю на мыслях. Печально становится от ситуации этих, когда больше и больше таких кейсов, как сегодня говорят. Иногда сердце уже не ехает. Думаешь, ну а кто как бы следующий? И страшно становится. Как важно нам понимать, что есть чужая жена. И этот тесный колодец, не дай Бог, нам напиваться из того, что нам не принадлежит. Послушайте, что Писание говорит об этом. И воскликнул он сильным голосом, говоря, Пал, пал, Вавилон, великая блудница. Сделался жилищем бесов, пристанищем всякому нечистому духу, пристанищем всякой нечистой и отвратительной птицы. Ибо яростным вином блудодеяния своего она напоила все народы. Скажите мне, это не про наше время? Все напоило, все пропитано блудом. В интернет выходишь и не желаешь этого, оно само тебе идет. Эти сайты разные, вся гадость открывается перед тобой. Только успевает, скажем так, тормозить, закрывать. Напоило. Мне нравится, как эта оценка неба, кто за этим стоит. Братья, сделался жилищем бесов, пристанищем всякому нечистому духу. Всякий в очередной раз, если это будет искушение, мы святые, посвященные Богу, в чистоте и святости служить Ему, имея общение только со своей женой. И бесы трудятся, всякий нечистый дух стоит за этим, чтобы ввести нас в эту великую блудницу, в которой мы живем. Все пропитано блудом сегодня. И нам нужно среди этого не касаться этих бесов, не касаться этих нечистых духов. В очередной раз, если искушение какое-то есть уйти от своей жене и чему-то посвятить другому свое время, да приведет Господь нам это на память, что бесы побуждают нас это сделать. Они хотят вовлечь нас во все это блудное, чем Вавилон этот наполнен, среди которого мы живем. И мы можем остаться среди этого, не подчиняясь этим бесам, не подчиняясь этим нечистым духам, не пия это вино блудодеяния. Нам не принадлежит это. Мы посвятили себя Господу. Мы Ему от души служим. Мы не связаны с этим бесовским миром, который стоит за всем этим, вовлекая нас это. Откинет себя все. Помните этот, как мы его называли? Кручок. Не приманка, братья. Кручок сломать надо, потому что он движим кем? Бесами. Этот крючок устанавливается ими. Он сам на этом крючке сидит. Приманивай нас. Пойдем сюда. Это очень серьезные вещи, которые Библия показывает нам. И с одной стороны, как вот эту ценность показать. Господи, мы же с ними ничего общего не имеем. Мы же с этим ничего общего не имеем. Я же святой. Я же омытый кровью Христа. За меня же такая цена уплачена. Куда я собираюсь идти? Что я собираюсь делать? Какие сайты собираюсь открывать? Бесы выглядывают оттуда. Господи, это не для меня. Это закрыт вопрос. Это не для меня. Я готов цену платить. Я готов что угодно сделать. Я готов отскочить. Я готов, как Иосиф сказал, я в тюрьму пойду. Ну как я? Не послушаюсь Бога моего. Ты же мне не жена. Ветхозаветные люди, невозрожденные свыше. Понимаете, я утрирую так. Они понимали ценность отношений с Богом. Как же я потеряю отношения с Богом? Я не могу этого сделать. Я готов смертью умереть. Это значило для Иосифа тогда. Но я не стану этого делать. Я убегу от этого. Иногда мы говорим, это для молодых людей. А я хочу сказать, это для нас, мужчин, мужей, пятидесятников. И для нас это важно. Искушение это для всех приходит сегодня, потому что это яростное вино, блудодеяние. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь, предал себя за нее, чтобы осветить ее, очистив баню, водную, посредством слова, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющей пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Священники, нам не на сторону надо смотреть, а нам надо на свою жену смотреть и делать ее святой и непорочной. Вы понимаете, забота наша какая? Как Христос церковь. И он прямо говорит, мужья, я вам дал жен, занимайтесь тем, чем я занимаюсь. Я освящаю церковь, и вы должны этим же заниматься, потому что ставит он нас, когда дает нам эту великую власть, глава, глава своей жены для своих детей. И Писание говорит, нам нужно освящать, делать непорочными. Если сам в грехе, как можно этим заниматься? Ни ума, ни разума нет, ни духа, ничего. Поэтому как важно нам вот эту позицию занять, которую Господь для нас дает, чтобы заниматься освящением этим. Мне очень интересно, вот как Писание иногда в деталях прописывает, никогда никто не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее. Насытились, мы не голодны. Если бы спросить чью-нибудь жену, как тебе живется с мужем? Сказала бы она, я согрета, я упитана, то есть я знаю, обо мне он заботится. Это проверка, нет? А может быть, жена скажет, я уже не знаю, когда я с ним общение имела. Может, мне поговорить хотелось бы просто по душам, а ему все некогда. О каком согревании речь идет? Иногда жены ищут на стороне себе. И потому что они согретые, потому что они обласканные, как здесь написано, потому что они напитанные духовной жизнью через нас, мужей. И это наша ответственность, строить эти отношения с женами. Они так же слабы или еще сильнее слабы, чем мы, так Писание говорит. И наша ответственность заботиться о них и сделать вот это состояние. Как бы я хотел, чтобы моя жена сказала о моей жизни, может быть, когда-нибудь на похоронах, а мне с ним было тепло, а мне с ним было уютно. А я знал, что он заботится обо мне. Эти вещи, которые прописаны здесь. Никто ведь когда-либо свою плоть не возненавидел, но выкармливает и обогревает ее. И это ощущение жены. Это мы понимаем, что мы это делаем. Это то, что они воспринимают от нас в наших отношениях. Питает и лелеет ее, вот другой перевод говорит. То есть нежно относится к ней, как и Христос к своей церкви. Те, кто переводили вопросы на английский язык, задали мне вопрос, а что ты имел в виду, когда там вот есть это слово радуга? Они не поняли смысла. Я говорю, ну хорошо, когда будем лекции иметь, поймете. Что значит для нас радуга? Какой завет? Бог больше не уничтожит землю потопом. Аминь. Кто знает второй завет? Почему я здесь сделал картинку двойной радуги? У Бога всегда есть физический смысл. Я сколько убедился в Писании, обязательно есть духовный смысл. Какой второй завет в радуге мы можем найти? Братья, вот почему важно читать Библию. Веткий завет. Посмотрим? Или угадаете? Давайте посмотрим. Будем учиться у Бога из Писания. Вдруг Бог говорит, это для меня как воды Ноя, как я поклялся, что воды Ноя больше не придут, боли на землю. Так точно поклялся и не гневаться на тебя, и не укорять тебя. А это как? Когда мы смотрим на радугу, мы верующие люди благословены Богом, чтобы знать не только, что земля не будет уничтожена потопом, а что Бог поклялся о своих детях, что он не будет гневаться и укорять не будет. А это нам нравится. Это чудо, братья. В очередной раз, когда вы будете смотреть на радугу, сказать, Господи, какой Ты? А я когда смотрю на Бога и говорю, Господи, это Ты сказал о Своем израильском народе, о Своей церкви, что Ты поклялся не гневаться и не укорять, потому что этот гнев, вы знаете, он взял на кресте на себя гнев за наши грехи. Он говорит, горы сдвинутся, холмы поколеблются, а милость моя не отступит от Тебя. Завет мира моего не поколеблется, говорит, милующий Тебя Господь. Вот нам с вами и брак наш, вот и наши отношения с женой, а я думал покричать на нее, а я думал гневаться, а я думал придираться, это не так и то так. А радуга для нас, для мужчин. Как проецировать эти отношения в браке, так Господь делает со своими детьми. Вы знаете, когда Он это делает? Меня потрясает Бог. Я восхищаюсь Богом. Я хочу больше и больше всматриваться в Него, какой Он. Давайте посмотрим следующий отрывок. Бедная, бросаемая бурью, безутешная. Она живет без Него. Она живет в блуде. Она ушла от Него. Ну и иди. А Господь говорит, приди, я положу камни твои на рубине, я сделаю основание твое из сапфиров, я сделаю окна твои из рубинов и ворота твоих из жемчужин, всю ограду твою из драгоценных камней. Вы читали эту картинку в книге Откровения. Это же точная копия, это же об этом, это пророчество, что Господь дает нам, грешным людям, нам, грешным мужьям, в этой радуге. Нет, нет, нет. У нас семья имели отношение, ну, к сожалению, без полиции не обошлось, и без всех последующих этих ужасов. сидеть в тюрьме за абьюз и прочее, прочее, а насколько он был, это еще неизвестно. Беседую с ней, говорю, ну вот он выйдет, вернется. Ты как думаешь к нему относиться? Ты что думаешь, что тюрьма там за какие-то 6 месяцев прямо изменила его? Он золото станет. Должен бы, но может ты скажешь ему, слушай, ты у меня на крючке, еще раз, только чуть-чуть. Знай свое место теперь. Помните, да, как по-русски есть? Вот там твое место. Я спрашиваю, эту картинку Бог предлагает? Возвратись, я тебе построю. И когда я читаю в книге Откровения этот небесный город, который предназначен для невесты, для невесты Иисуса Христа, я говорю, Господи, а я хочу так к моей жене относиться, как ты ко мне относишься. Я хочу так, клясться не могу, только Бог может поклясться. Но принять это решение внутри, какая ценность для меня жена, и даже если в кавычках, мне кажется иногда, что она не устраивает меня в каких-то аспектах жизни, как евреи говорили, суп не досолило, значит можно развестись, или еще другие вещи, просто не понравилось. Это ужас, когда мы смотрим на Бога, как Он представляет себя, и Он говорит, я тебе строю этот великий дом, приходи ко мне, приходи ко мне, я поклялся, я не буду гневаться на тебя, я не буду укорять тебя больше. Во избежание блуда, каждый имеет свою жену, и каждый имеет своего мужа, муж оказывает жене должное благорасположение, и жена мужа, и мы это читаем прямо о физических отношениях, благословенных Богом отношениях, и Писание внизу, я выделил жирным шрифтом, чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим, оказывается, это сатана опять, мы же говорили о бесах, которые стоят за этим, и если нет в браке правильных отношений, физического наслаждения, Писание говорит, сатана будет искушать невоздержанием вашим, как важно поддерживать эти отношения, понимать, это Новый Завет говорит об этом, это Библия говорит об этом, мы не властны над своим телом, должна отдать его жене, жена не властна над своим телом, должна отдать его нам, чтобы сатана не искушал, братья, не просто потому, что что-то получилось или не получилось, оказывается, это глубокая духовная связь, потому что, как только ты не получишь правильного в браке, или жена не получит, сатана искусит, Чем мы читали сегодня с вами? Блудом. И такие случаи есть. Важная составляющая часть в браке – дорожить этими физическими отношениями, которые даны в браке, для того, чтобы не дать себя под власть этих бесов и сатаны. Так мне нравится, когда раньше на браке, и это у меня было, пели гимны. Мне нравится, что они большей частью воскресения проходили при церкви. Церковь благословляла брак. И было пение вот такого простого гимна. Двое уст теперь сказали пред Отцом «Святое да». Это было «Святое да». И тогда знали мы сегодня, тогда обещание Богу дали. Слушайте, как это было, прямо как мы тему рассуждали, правда? Да будет слово ваше «да». И это было обещание Богу дали. На всю жизнь и навсегда. Чтобы с каждым днем дороже и святее был обед, пусть твои уста у Божьей соединят на много лет. Да, красиво музыка сегодня звучит, все приятно сделано, эмоциональное наслаждение изумительное. Но если вдруг мы упускаем самую важную ценность браки, того, что было, как я говорю, у нас проговорено, хор пропивал, утверждал, ваш брак здесь происходит, вот, под благословением Божьим. Вы обещание даете. Я вспоминаю этот случай, потрясающий случай, в школе работал в церкви спасения и как-то провожал детишек. И вот один пожилой мужчина приехал за внуком своим и так разговаривали, пока ожидали. Оказывается, жена у него уже пожилая, несколько лет лежит дома, не встает. Ему нужно, как он рассказал, переворачивать и ухаживать, вот это вот, чтобы не было пролежней и так далее. Ну, я так как бы и по молодости сказать, по неразумности, может, просто как-то вот такой задаю ему вопрос. Ну, я посещал, потому что Нюрсенхом здесь, знаешь, что там уход лучше, ну, что дома? Мужчина как бы с женой может сделать, ну, логически так, а там ухаживают, там все это сделают лучше, как бы кажется. Вы знаете, он стоял и говорит, Игорь, и у него слеза потекла. Я когда рассказываю, у меня всегда самого. А мы же, говорит, пред алтарем стояли и пообещали всегда быть вместе. Вау! Вау! Мне так дорого стало это воспоминание, которое когда-то на браке благословляли, быть вместе. Братья, я хочу с вами поделиться, заканчивая эту часть, мы перейдем к детям. Есть книга «Песни-песни». Я не помню, в прошлый раз, Виталий, когда у вас был, я давал ее или нет? Может быть, давал. Для кого не давал, напомню, если кто-то захочет иметь. Простая книга «Песни-песни» есть в Библии? Душа поет, когда ее читаешь, помните? От души. Вы же понимаете, иногда я утрирую как раз, чтобы это возбудить. Мне это нравится. Не-не, это же непростая. В первую очередь, это же в Библии. Это же в Библии, братья. Я сделал такую брошюрку просто из нее и двумя цветами выделил, когда муж читает или жена читает. Мы с женой до сих пор раз в году, когда подходим к книге «Песни-песни», мы ее читаем вместе. Иногда Библию вместе, иногда раздельно, но книгу «Песни-песни» точно вместе. Я считаю, что после прочтения хотя бы раз в году книги «Песни-песни» я ее назвал «Паролям». Жена свое читает, я свое читаю. Слушайте, какие вещи говоришь, что можно сказать, что я могу кричать после этого на жену или как-то злиться. Когда я ей несколько раз заявил за эти несколько минут, 15 минут, самое многое уйдет. «Возлюбленная моя, возлюбленная моя, возлюбленная моя, а голова у тебя, а ноги у тебя». Помните, там все есть это, да? Книга «Песни-песни» предназначена, чтобы наш брак был, как Писание говорит, восхитительным. Будем восхищаться. Помните, там прямо написано? Друг другом будем восхищаться в браке. Есть вещи в Библии, мне они нравятся, которые точно не надо никуда идти, как поправить в интернет, в гугл поискать. Брат Гугл, чтобы подсказал, как отношения с женой наладить. Слушай, иди в Библию, в книгу «Песни-песней» открывай. Брат Соломон уже написал это, он мудрее, чем Гугл. Ваши отношения улучшатся. Мои улучшились, мне это помогает в жизни. Я старею, моя жена стареет. Но когда я читаю книгу «Песни-песней», восхищение приходит. Тебя Бог мне дал, ты без пятна. Я не вижу пятен. Я учусь на тебя смотреть глазами Христа. Ты драгоценный сосуд, ты наследница благодатной жизни. Здесь об этом написано. Нет пятна на тебе. Прочитайте и какой-то другой смысл вложите в это. Если кто-то захочет, несколько брошюров здесь есть. Можете взять после общения. Надеюсь, что это вам поможет. Итак, следующая часть наша – вызовы для родителей. Части, которые мы с вами имеем, трудности в отношении с детьми. Время общения, отвержение авторитета, виртуальная реальность, моральность и сугубый грех. Кто вспомнил, о чем говорится, когда я пишу вот это слово «сугубый грех»? Кто-то помнит из Библии? Вы опять не читаете Ветхий Завет. Ну что такое, братья? Не буду подсказывать. Сами поищите в Библии. Это единственный раз в Библии слово упоминаемое. За то, что они сугубо прогневляли меня. О каком грехе идет речь? Можете в беседах спросить об этом. Итак, вызовы для родителей быть посвященными для своих детей. Вот я и дети, которых дал мне Господь для Господа. Моих детей я приведу когда-то и скажу, вот я и вот мои дети. Прямо написано от души, как для Господа в семье, по отношению с детьми. Вчера мы поднимали этот вопрос в отношении детей. Я прихожу сюда. О чем нам это говорит? Мы зарабатываем деньги. Мы стараемся, чтобы у нас ценность какая-то была. Если бы спросить ваших детей, что является вашим сокровищем, что они могли бы рассказать? Вот просто подумайте. Ребенку 15-16 лет, когда он уже может немножко оценивать отношения с родителями, если бы его спросить, какая ценность у твоих родителей, у твоего папы, у твоей мамы, что бы он сказал? Глазами детей я называю это. Они оценивают нашу жизнь. Они легко вычисляют, что для нас главное. Если они видят нас в бизнесе, они говорят, для папы важен бизнес, для мамы важен бизнес. А вы, как одна девочка писала и заставляла когда-то в молодежи, работая, сочинения писать. И одна девочка написала, дядя Игорь, а у родителей для нас нет времени. Честно написала. Это удивительно для меня было. Посвященней еще и в церкви родителей. Я их знал, как чудесные христиан. Ну, не смогли найти время для детей. И дети так оценивали это. Что является сокровищем? Мы в Библии сталкиваемся в Новом Завете о принципе сокровища. Еще подобно Царство Небесное сокровищу, скрытому на поле, который, найдя человек, утаил. От радости о нем идет, продает все. И что имеет, покупает. Принцип сокровища. Или еще подобно Царство Небесному купцу, который искал хороших жемчужин, найдя одну драгоценную, пошел, продал все, что имел. Это ценность для него. Мы видим, чем занимается этот человек. Он все делает, все делает, все делает. Для чего? Для чего? Вот она его ценность. Он эту жемчужину решил купить. И вдруг мы приходим к удивительному переходу от Ветхого Завета к Новому Завету. И эти потрясающие слова в последней книге Ветхого Завета. Я пошлю Илью Пророка, пред наступлением Дня Господня Великого и Страшного. И он обратит сердца отцов к детям, сердца детей к отцам их, чтобы я, придя, не поразил земли проклятием. Отцы, мужчины, вы не думаете, что здесь что-то перепутано? Надо кого обратить сердца? Детей к отцам или сердца отцов к детям в первую очередь? Иногда я в Библии, думаю, есть перечисления, которые можно переставить местами. Я так говорю, Библия не пострадает от этого. Но когда я стал размышлять над этим текстом, я бы сказал, надо сердца детей к отцам обратить в первую очередь. Малахия решил не так написать, Господь решил не так написать. Отцы, это слово сегодня к нам. Это стоит на первом месте, обратит сердца отцов к детям. Стали ли дети нашим сокровищем? Стало ли это такой драгоценностью, в которой я решил, что за эти немногие 20 лет жизни, которые так пролетят, чтобы вложить в них все, что можно вложить, чтобы Бог, какие ресурсы только дает мне, свою жизнь вдохнуть в них, передать мои отношения с Богом, мою веру. Кто-то будет стараться усердно это испортить, потому что с стороны будут другие влияния, какие-то другие вещи. Вопрос, который я задаю отсюда. Наши сердца обращены к детям? Или будет трудиться для этого? В первую очередь с сердцами отцов работать, чтобы я мог сказать, моих детей для меня это драгоценность, это сокровище. Я хочу трудиться для них. Отец любит сына и показывает ему все, что творит сам, и покажет ему больше всех. Так что вы удивитесь. Важность примера. В чем выражение любви отца? Отец любит и поэтому показывает ему, показывает все, что творит сам. Сын видит пример, достойный пример отца. Он следует за этим примером. Я говорю то, что видел у отца моего. А вы делаете то, что видели у отца вашего. Сын, где ты научился разговору? Я говорю то, что видел у отца моего. Я слышал, как мой отец разговаривает с женой. Я слышал, как мой отец разговаривает о церкви. Я слышал, как мой отец разговаривает о служителях. Я слышал, я научился. Я видел эту картинку, как надо жить. Или достойную, или недостойную. Слова делают, помните? Словом или делом. И наши рассуждения, они очень важны. Как-то задержалось очередное собрание. Ну, подумаешь, больше двух часов на 15 минут. Но едем мы с женой, и один из них я, так сказать, нежно обсуждаем, что нехорошо, чтобы собрание задерживалось. Как-то служителям надо подумать. Я и сам служителем был неразумным в то время. Через время слышим, дети копия в машине после собрания повторяют. Так, как плохо собрание задержалось. И мы замерли. И с женой сказали, дети, простите. Мы неразумные были. Больше ни разу. Собрание мы не правы обсуждать. Дух Святой ведет собрание. Как служители поступили, это их решение. Короче или длиннее. Это было просто сокрушение. Они копируют все абсолютно. Мое недовольство служением или еще чем-то. Они просто как губка впитывают это. И через несколько дней повторяют это. Как важно видеть от отцов. Как важно слышать то, что отцы говорят об этом писании. Говорит. Я говорил не от себя, но пославший меня отец, он дал мне заповедь, что сказать и что говорить. Удивительно. Отец учит разговору правильному детей. Что сказать и что говорить. Это пример, конечно, Иисуса Христа и его сына отца. Я хочу с вами разобрать один текст писания, который когда-то меня очень сильно затронул. Если вы ищете, как я слышал, кто-то из братьев спрашивал. Подскажите, а как, когда найти какие-то ответы на вопросы, волнующие вас в воспитании детей? Я считаю, что лучше, чем в Библии не найдете. Это хорошо иметь опыт других людей, когда они подскажут, поделятся. Это чудесно. Но если будете читать Библию, будете находить ответы. Давайте прочитаем один текст писания и начнем его читать снизу. У нас вечеря Господня перед нами. Как нам нравится этот текст писания. Я предал хребет мой бьющим, ланиты мои поражающим. Лица моего не закрывал от поругания плевания. И Господь Бог помогает мне, поэтому я не стыжусь. Поэтому я держу лицо мое, как кремень. Я знаю, что не останусь в стыде. Иисус Христос пошел на это. Правда? Господи, а как стало это возможным? Как мы хотим, чтобы наши дети пошли, платя цену в этой жизни, чтобы быть христианами? Правда или нет? Мы же хотим этого, чтобы наши дети были посвящены Господу. Именно цену платя за христианство. И это ужасает нас, когда мы видим, что они маленькой цены не хотят платить. Почему стало возможным, что Иисус Христос, вечный Бог, небесный Отец, вдруг, являясь частью этой троицы, решил быть настолько униженным и растоптанным? Я не знаю, как можно ниже сказать этого. Откуда у него эта сила внутренняя взялась? А давайте посмотрим вместе с вами. У меня есть верхняя часть в контексте. И Господь Бог дал мне язык мудрых, что я мог словом подкреплять изнемогающего. Каждое утро он пробуждает, пробуждает ухо мое, чтобы я слушал подобно учащимся. И Господь Бог открыл мне ухо, и я не воспротивился и не отступил назад. Давайте по порядку. Я понимаю, что когда читаешь быстро, как будто бы не откладывается впечатление. Господь Бог, Отец, я вставил от Себя, вы видите эти слова, дал мне Сыну язык мудрых. И я задаю вопрос, откуда у Сына мудрый язык? Отец дал. Отец давал Сыну мудрый язык. Как раз то, что мы говорим. Я говорю то, что Отец мне сказал, говорить на нас ответственность. Но мы сейчас просто смотрим. Вот есть пример в Библии, как строить отношения отцу с сыном. Это наш выдох сегодня. Господи, а как мне построить мои отношения с моими детьми, чтобы они вот могли в жизни хорошими христианами быть. И если гонения придут, чтобы они остались верными, не свернули, не ушли. Вот Отец заботится о Сыне и дает ему язык мудрых. Он учит его, как говорить нужно, как правильно говорить нужно, чтобы я, Сын, мог словом подкреплять изнемогающего. Какую цель имеет Отец для Сына? Прямо написано, чтобы, зачем Он это делал. Why? Because. Чтобы Сын мог служить изнемогающим. Для меня это крест. Чтобы Иисус Христос мог дать надежду поднять опустившихся, вдохновить их, сказать, не надо так жить, сказать, а ты блудница, иди, больше не греши. Ты сейчас здесь, еще минуту назад, тебя смерть настигла бы. Иди, вставай, живи новой жизнью. Вот зачем делал это Отец. Сын подкреплял изнемогающих, идущих в ад. Он брал и поворачивал назад, чтобы могли небо достигнуть. Как каждое утро Отец пробуждает, пробуждает ухо мое. Какие шаги делал Отец для достижения своей цели? Будил сынка каждое утро. У него было для этого время для сына. Мне так нравится в английском языке написано. Morning by morning. Каждое утро. Отец находил время для общения с сыном. Мысленно выращивайтесь сразу в Новый Завет, в Евангелие. А утром, встав весьма рано, он пошел на гору. И что делать там? Молился. Братья, это точно. Утреннее время было для общения отца и сына. Чтобы сделать его сильным, чтобы он дал согласие пойти на невероятный, невероятный подвиг. Нужно было время вложить в это. И Отец решил каждое утро будить. Человеческим языком написано, как будто бы ему трудно было проснуться. И я думаю, что это специально в нашем человеческом понимании. Не так легко разбудить ребенка. Но это стоит того. Поднять его, привести в чувство и сказать, сынок, для меня важно время общения с тобой. Я не могу пропустить этого. Я не найду себе места, чтобы я с тобой не пообщался. И мне все равно, будет ли это утром, будет ли это вечером. Я спрашиваю, это ценности для меня или нет? Для отца было этой ценностью небесного или нет? Провести время с сыном, которому нужно было пойти в день. Нужно было пойти в день, а над ним смеялись. А над ним потихались. А его хотели убить, а его унижали, а его оскорбляли. В лицо, как Писание говорит, оскорбляли Бога. Откуда сыну взять силы? Отец будил. Сынок, мне важно. Ты мне важен. Не важно твоя будущая жизнь, не важно твоя победа. Я хочу вдохнуть в тебя эту силу, чтобы ты, когда придешь к Гевсиманскому саду, ты сказал бы, отец, пусть будет твоя воля, не моя. На это затраченное время, на это затраченные усилия, это не просто так приходит само по себе, я ничего не делал, и вдруг геройство пришло чудо. Чтобы я, сын, слушал подобно учащимся. Какая роль у сына быть в позиции учащегося? Если есть сегодня здесь сыновья, и родители хотят строить отношения с вами, и хотят искать этих взаимоотношений, и говорят, сынок, давай вместе или почитаем, или просуждаем, поговорим. Это часть сына. Сказать, я сяду, отец, я буду слушать тебя. Мир сегодня это разрушает на нет. Почему я сказал, какие вызовы мы сегодня встречаемся? Авторитет уничтожить на нет. Чтобы не было того, кто учит, кроме того, как я сам понимаю и как я сам хочу. Отец дан Богом, чтобы учить. И этот сын принял эту позицию, сын Иисус Христос. Господь Бог открыл мне сыну ухо. Вы знаете, для меня поразительно, как сын оценивает то, что сделал для него отец. Как? Что он признает? Заслуга отца. Спасибо. Отец приложил массу усилий, назовем, чтобы ухо сына открыть, чтобы он услышал то, что отец говорит. Кажется, да слушай ты. А что за вещи, которые мы сделаем? Отцы, на нас это ответственность открывать ухо. Может быть, не всегда это возможно, но я смотрю по истории о блудном сыне, когда отец не захотел жить в доме отца, вы знаете, для чего у него ухо было открыто? Как бы я не упал, как бы я не стал блудить, как бы я не стал жить вне отца, я знаю, что и когда я вернусь в дом отца, что он сделает? Он примет меня. Друзья мои, это отец открывает ухо. Сын, даже если ты пойдешь неправильным путем, знай, что когда ты придешь, я выйду тебе навстречу. Это открытое ухо. И это на нас, отцы, с вами ответственность, огромная ответственность строить отношения с детьми. В первую очередь, как я сказал, пророк Малахий говорит, поверните ваши сердца к детям вашим. Открывать ухо для детей, которые запутываются в этой жизни, которым наговаривают друзья, которые нашептывают не слушаться родителей и все, что угодно. И сами, сам сатана с бесами стоит над этим, чтобы разорвать эти отношения, чтобы не было влияния отца на сына, такая огромная дана привилегия нам с вами пробовать открывать уши наших детей, чтобы они слышали или услышали то, что мы хотим сделать для них. И я не воспротивился, и я не отступил назад. Какое решение принимает сын быть послушным отцу? Страшно тяжелое решение, но до этого был процесс. Поэтому, когда мы говорим, что я предал хребет мой бьющим, ялонитом и поражающим, лица моего не закрывал от поруганий и оплевания, братья, я хочу, чтобы этот процесс, он запомнился в нашей жизни. Книга пророка Исаия, 50-я голова. Я называю в Библии секретные места, но кто ищет, тот найдет. А и Библия учит искать. Вы помните? Ищущий находит. Если мы хотим на самом деле, чтобы наши дети были посвящены Богу, как это сделать? А вот мы с вами сегодня нашли только одно из секретных мест для ищущих. Книга пророка Исаия, 50-я глава. Этот сын решил послушать отца, потому что отец в свое время решил каждое утро проводить с сыном, ставя цель для сына, открывая ухо сыну и побуждая его быть послушным его воле. Какой результат отца в достижении цели? Вот этот он послушал своего отца, и Гефсиманский сад доказывает нам это. Родители должны насторожить замкнутость, раздражительность ребенка. И скажу непопулярную вещь, но я бы просматривал интернет-историю подростка. Хотя эти меры уже следствия и могут оказаться тщетными, есть такое понятие сирота при живых родителей. Это когда исчезает доверие между тьми и мамой с папой. Последствия могут быть страшными от опасных интернет-сообществ до наркотиков и самоубийства. И я не говорю о пьющих семьях. Это другая трагедия. Но вот здесь мне очень понравилось выражение, это оценка. Но родители-трудоголики, поверьте, ничуть не лучше. Мы не пьяницы, слава Богу. Не наркоманы, слава Богу. А может мы трудоголики? И такая же проблема стоит. Это выравнивается. Дети-сироты при живых родителях. Ни одна работа не стоит душевного одиночества вашего чада. Поверьте, все это возвращается к самим родителям, когда повзрослевшие дети забывают их. Неверующие люди пишут. Оцениваю и так. Вот так в жизни происходит. И так семья для Господа. Для меня нет больше радости, как слышать, что дети мои ходят в истине. И поверьте, братья, как я сказал, если я добавлю к этому тексту писание от себя, это так в жизни. И нет большего горя, как слышать, что дети мои не ходят. Встают дети и ублажают ее. Муж и хвалят ее. Много было жен добродетельных, но ты превзошла всех их. Миловидность обманчива, красота суетна, но жена, боящаяся Господа, достойна хвалы. Дайте ей от плода руки, и да прославят ее. У ворот дела ее. Дети учатся относиться правильно к жене в семье, потому что муж встает и хвалит ее, не претензии предъявляет, а муж встает и хвалит ее, и дети начинают повторять и ублажать ее. Какая хорошая у нас мама. Мама, ты заботливая. Мама, ты нам то сделала. Мама, ты нам это сделала. И стоит только мужу сделать грустное лицо и даже промолчать по хвале, как он становится примером для родителей. Быть ропотником, быть недовольным, не ценить то, что наши жены, христианки, подаренные нам Господом, как этот драгоценный сосуд, они перестают ценить это. И это идет из рода в род. Пусть Господь поможет нам и благословит нас. Видеть это благословение, которое дает нам Господь, и ценить наших жен в нашей семье, давая пример будущему поколению, нашим детям, чтобы они понимали, брак это священное, брак это благословенное Богом дело. Брак это для наслаждения, брак это для радости, для поддержки взаимной и утешения. И муж хвалит ее. Пусть Господь благословит нас, участь, укореняясь в Писании, практиковать это в нашей жизни. Вчера мы говорили об этой статистике ужасной, когда те, кто вне брака, болеют всякими болезнями. Эти болезни растут, как не знаю там, на сколько процентов страшно сказать. А мы счастливые, мы имеем наших жен, преданных нам, мы христиане, и освященный брак наш это огромное благословение от Господа. Аминь. Брат Миша, твое время. Продолжение следует...